птички поют к лепота всем доброе придоброе самые ну здесь как бы находится офис сюда нам как бы должны привезти наши четыре палета как все это будет выглядеть не знаю но по телефону голос сказал что это будет в районе часов 10 и 11 здесь же нас должны загрузить вчера когда сюда сворачивал у меня память на карте за кого и на камере закончилась приехали здесь все расспросил там вот развернулся туда сказали становись стой стоит ждем тут он пиццу можно сразу заказать если что центр города в центра города заехали под знаки тут я особо тут не мешаем никому вот время пол восьмого только-только начинает народ идти в армении она не начинают работать я заметил правильно сделано подходить чувством с расстановкой с толком не спешить сутка конечно но ждем умываемся завтракаем пришел а вот начальник вот отсюда и не знаю что здесь говорит вы тут стоите камерами вот этот въезд закрывается вот сюда слева говорит перегоните до вопросов нет я изначально ты собирался вчера слева стать давай 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 помкаешь но эти меня чуть сюда поставили сейчас вот до мусорок вот здесь вдоль забора станем определенно никому мешать не будем грузить будут если сбоку чем правую сторону расчехлим делов то не ралочка упала здесь на даже немножко в тенечке получается все проблему подошли нормально сказали никто не ругался а глушите конечно мне удобнее расчехлять эту сторону там ремни с той стороны висят ну еще если что пару ремней скинуть чтобы задвинули эти политики никаких проблем не составляет вопросов нет здесь так здесь стоять раз закрываю мешаю их территория сервис там какой-то арена сервис мешаем значит мешаем все ждем движение для себя в порядок привести с утреца морду лица побрить центр города самый центр заехали здесь я выезду с рынка не мешаю никому все просто сейчас если туда стать потом блин разворачиваться здесь сейчас машин понареет я чувствую тут будет все забито уазиками он такими например поэтому стоим тут ждем сейчас пока не умывались стеклышки по моему наша задача сегодня забрать три места здесь еще в двух местах сегодня загрузиться нагрузиться немножко но все равно это заехать надо это расчехлиться за зачехлиться загрузить все это время занимает будем видеть как получится ну вот первая загрузка у нас загружен 84 коробки так раз раз два три 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 на 6 6 рядов по 6 этих 36 значит 6 6 36 6 6 36 72 и здесь 12 все 84 коробки все правильно ну теперь что теперь я вам расскажу какой здесь прикол со сборниками в армении сейчас будем с вами вместе толкаясь пробках по еревану очень долго на эту тему смеяться что мы уже пожалели что мы взяли эту загрузку геморрой мы сейчас потянем с ней мама не горюй но уже взяли надо расхлебывать так что погнали поехали в общем фишка вся вся в том что в общем фишка вся в том что возят парники собирая сборку здесь в армении каждый груз то есть вес груза известен все известно но без отвеса на таможне таможня не примет их в работу поэтому поэтому нам получается что сейчас мы здесь загрузили там 400 там сколько килограмм и у мою провода не пособирать собой красный свет этим прямо 400 там сколько килограмм короче сейчас мы едем взвешиваем эти потом мы должны поехать забрать второй груз она тут все как бы недалеко получается кататься надо через весь ереван вот сейчас мы поворачиваем направо вот потом поехать взвесить его а потом поехать забрать третий груз ну сами понимаете уже время 12 я думаю дай бог сегодня успеть бы два единственное что сейчас когда приятно таможню спрошу можно ли там приехать загрузить поехать забрузить два тех там получать 6 полета надо забрать здесь коробки там полеты немножко так направо нам нельзя нам нужно только прямо поэтому мы едем прямо в принципе прямо и налево можно было ехать ну и и и и они и и и и на на по-другому немножко ворачиваем налево Ох, вот Можно ли забрать сразу два А потом там приехать И получится два политика там нужно будет снять И потом два политика повесить Ну и обратно взвеситься без них И потом без этих двух политиков взвеситься И тогда ты будешь знать Вес такой, вес такой Вот Впереди камера на полосу Не знаю, я правда Впереди камера на разметку Не могу сказать Впереди камера контроля перекрестка Нет, что-то я тут заблудился Куда там нет Не сюда вот надо, честное слово Как-то совсем меня тут куда-то А, ну тут в любом случае только направо Куда грузовикам запрещено Ой, катастрофа Куда тут ехать? Куда это грузовикам здесь можно ехать? В общем, разворачиваемся Ну не, ну тут прямо-то однозначно я не поеду Посмотреться тут какой там Там прямо в самый центр надо ехать Не, не, это не наш метод Вот мы здесь разворачиваемся В общем, вот я не знаю Как мы будем поступать Поверните направо А затем через 200 метров Поверните налево Вот я думаю, нам надо тут направо повернуть Сейчас еще надо как-то на таможне Как все из этого? Что из этого всего получится? Ну, посмотрим Поверните налево, а затем развернитесь Ее-мое Что из этого всего получится, я не знаю Ну, наш рот перестроен Едем, смотрим, наблюдаем Через 300 метров Поверните направо На улицу на Завета Суренина Нет Нам надо здесь ехать Прямо-прямо-прямо-прямо-прямо Через 500 метров на Светофоре Поверните направо На улицу на Завета Суренина Вот полиция поехала Видите, никто меня не трогает Едет, значит, надо Ха-ха-ха-ха Маршрут перестроен Через 300 метров на Светофоре Поверните направо На улицу Нет Направо тоже здесь поворачивать не будем Мы едем прямо Все равно иногда выводят нас под знаки Поэтому мы едем прямо И объедем восточной стороной Ереван Маршрут перестроен Через 200 метров Развернитесь Михаил, на Давай выводи Развернитесь Не буду разворачиваться Развернитесь Короче, вот такой тут получается Интересный прикол Поверните направо Наши рот перестроен Ну, я думаю, что Согласятся там или нет, не знаю Получается Скорее всего Что сегодня Две загрузки мы успеем собрать Давай, брат Давай, давай, давай На педальку и понесся Красавчик Вот, две загрузки мы сегодня успеем забрать Третью, конечно, уже не успеем Вся фишка в том Успеем ли мы Ну, можно ли будет решить вопрос Чтобы привезти А потом там два полиции ка снять Ну, там, господи Пару копеек дать Ну, может решается этот вопрос Впереди когда она будет Не знаю Впереди когда она будет Доедем до Весов до таможни До таможенного терминала И там все, как говорится, выясним В общем, у нас полноценное катание получается Сегодня По Еревану Туда-сюда И эти здесь запоздали Вообще, как он сказал По идее, эти должны быть последние Ну, в принципе, разницы никакой Там эти коробочек вверх накидали Я потом туда Палеты положу Палеты за ними поставлю Так Успеваем еще на зеленый Я так еду Да, тут провода Центроллей густая Так низко висят Так стрёмненько Ну, вроде бы я выхожу сейчас Вот По-человечески Не по-знаке Через сам центр Еревана Мы не поедем Получится по километражу Конечно, немножко дальше Даже не немножко дальше А прилично дальше Ну, под знаки В нашей ситуации попадать Не хочется Стремненькие мостики Вопросов нет Но зато Полноценная экскурсия Не было бы худа без добра Не было бы счастья Да несчастье бы могло Вот Где мы еще так Ереван посмотрим Покатавшись Я думаю, что я вообще камеру выключать не буду Где вы так вот еще Поездите по армянской стальнице Да еще С полуприцепом Хорошо бродить по свету С карамелькой защихват Еще одну для друга Взять кармашек Про запас Так и тут Значит, загрузки Кофе напали Кстати, вкусный кофе Очень Съезд после моста Поверните налево На проспект Вестники Вот меня интересует По этому проспекту Я могу Ехать в город Или не могу Если по этому проспекту Мне сейчас влево Ну, это указатель Центр Мне почему-то кажется Что мне надо вот идти вот туда дальше Даже мне не кажется Я знаю, что я здесь ездил Сто процентов Да Все, я сейчас уже уезжаю На свою дорогу Дальше туда по проспекту Куда она хотела, чтобы я поехал Мы бы попали в этот Под знаки Туда прямо знаки Ужим запрещено А это мы сейчас уедем на таможню Эта дорога мне уже знакома Я уже здесь ездил Я эту дорогу знаю Сейчас мы доедем до кольца До большого Ну, такого Через 400 метров Как я о этом Михаилу объяснял Как проехать И вот будем по этому маршруту Мы сегодня туда-сюда кататься Целый день Через Ереван А что делать? Кому сейчас легко? Развернитесь Не буду Я знаю дорогу Михаиловна В этом фильме Я здесь уже Мне кажется, что я здесь уже был Успеем этот самосвальщик? Сможем его обойти или нет? Развернитесь В принципе, он довольно нормально Едет За ним и пойдет Перестраивай Перестраивай Все Вот сейчас она пересчитала Уже так, как мы точно поедем Тарарат Красавчик Хорошо так видим Хорошо так ехать Когда ты уже знаешь Особенно вот в таком крупном городе Когда ты не первый раз Я может рассказывал Ну, для новых людей Да если ты первый раз приехал в Ереван Ну, я же как порядочный Посмотрел Посмотрел карту Навигацию Тут все дела И вот мне туда Куда мы сейчас едем Мне туда на таможенную надо было Ну, и это Зачем же в город ехать Когда есть Я не знаю Даже видео есть Я просто не знаю Как они там называются Не помню В самом начале Еще на рефе был Был на казахских номерах Ну, и все И я поперся По объездной Вот так получается Этой стороной Вот По итогу я приехал Дорога вообще кончилась Ну, от слова совсем То есть там обрыв Все, все размыло Все Кое-как там развернулся Кое-как назад поднялся И вот потом Вот этой вот дорогой проехал И вот сколько раз уже Сейчас вот езжу Вот в ту сторону таможни Вот все Вот катаюсь Вот по этой И уже говорю Вот это знаю Здесь прекрасно Все-таки надо Постараться будет Сейчас по приезду Решить вопрос Ну, два палета снять Это Ну, в любом случае Там же и погрузчик есть Все есть Но цена вопроса Узнать Снять Взвеситься Поставиться обратно Это чтобы Лишься Потому что вот В Абовян И вторая загрузка Я не помню Это мне нужно Вот туда В сторону Сивана То есть опять Вот этой дорогой Через весь Ереван И затем Опять сюда То есть Ну Покататься по Еревану Километраж Это небольшой Но сами видите По городу кататься Вишние круги Нарисовывать Это долго Это будет Просто очень долго Не знаю Сейчас доедем Разберемся Вот по этому маршруту Сейчас вот здесь Мы железную дорогу Пересекаем Да Вот это Центральная тут Ой Видите Он еще даже Такие Поезда Тут электрички Еще такие Старенькие Все Мы как бы Обошли Сейчас вот Большой перекресток На нем Два поворота Две стрелки Налево будет Явно что Тут на нем Скорее всего Придется постоять В общем случае Сюда стоял Нет Все свободно Удивительно Просто удивительно Поворачиваем Налево И как бы Тут до таможни Тут остается Километров Пять Впереди Камера На полосу Впереди Камера На разметку Покажем Что мы С этой полосы Налево Уходим Если бы Пошли под знаки То вышли бы Либо вот отсюда Либо вот оттуда И то и то Не есть хорошо А так Пять километров И мы на таможне Ну что ж Как есть Так есть Что делать Надо еще Смотреть Может еще Пару спорников Забрать Насобираем Да Конечно Немножко Дурновато Это вот Видишь Что каждый Надо взвешивать Если бы Не надо было Взвешивать Что поехал Все собрал Приехал На таможню Все общий вес Взвешил Ну вот Здесь Такие законы Поэтому Никто не хотел Эту сборку Забирать А мы забрали Потому что Мы сборок Не возили Ну как бы До Пятигорска Нормально Ценник нормальный Ну правда Потеря во времени Будет Может там В этом Как раз В Кобе Немножко Рассосется Колеек Поменьше Будет Или наоборот Соберется Еще больше Не знаю Не могу сказать Нормально Тогда Вторым рядом Стали И все Все хорошо И тридцать ряд Перегородили Вот Красавцы Круговое движение Второй съезд Круг Главное Да В общем То Да Поехали Поехали Пацаны Поехали Быстрец Цигель Цигель Айлю Да Да Теперь уже мы тут не получится поехать Это вам Не Рио-де-Жанейро Это гораздо Интересней Давай Давай Выскакивай Выскакивай Все равно Что не притормозишь В принципе Не так долго Я вам скажу За 40 минут 20 километров У меня получилось Но еще здесь Два Я знаю Тут я уже знаю И потом направо Тут два таможенных терминала Один вот мы повернем направо А второй нужно там повернуть налево Мы едем там Который направо Самое главное Что там пол первого На какой-нибудь Обед не попасть Вот это вот Вот это вот Немножко пугает Ну посмотрим Взялся на кушни Говори что не дешь Что уж делать Уже в любом случае Придется Разгребать То во что влезли Здесь даже белорусский Здесь даже белорусский По-моему магазин Или не белорусский Ну какой-то вот тут Большой я сюда Очень по-моему магазин Хотел Сюда ночевать Приезжали Вот туда Сналево повернуть Там возле таможни Под мостиком Так Возле мостика Так можно постоять Так неплохо Может быть даже Это будем еще и делать Не знаю Впереди камера на полосу Ну а так нам вот здесь Одну таможню налево Нам направо И остается там 500 метров И мы приехали Через три Впереди камера контроля Перекрестка Ситуация проясняется Но не улучшается Все Мы здесь Взвесились Отметились Еще тут Надо им еще Может что-то носить Тут не знаю А наверное Надо пойти отнести Типа что оплачено Ай дурдо Что-то надо Это Не надо Ничего Относить Надо было Еще и пустую Машину Взвешивать Ну вроде как Этот вопрос Разрешили Так Сейчас надо Только Что ему тут надо Что-то отдавать Не надо Это да Это отдавать Я взвешивался Сейчас едем Сейчас надо Сначала Вбить точку Сейчас Останавливаюсь Где-нибудь Время Час дня Работают Здесь до 6 Я наверное Не успею Может Третью Успею Хотя бы Сегодня Забрать Ладно Загадать Мы не будем Сейчас Повернем Налево Остановимся Забьем Точку Погрузки Поедем Забирать Тот Который Должен Был Третьим Грузом Там 4 Палета Тот Который Вторым Заберем Наверное Последним Заберем Последним Сюда Приедем Здесь Ночевать Останемся Я там Знаете Ночевать Короче Посмотрим Поехали Крутцы Налево Чего Ты Боришься Не бойся Вот Не так Не получится Здесь Разные Службы Весовщики Одно Вот Эти Кто-то Погрузчик Как Другое Пока Тут Будешь Ходить С кем-то Что-то Договариваться В любом Случай За Тамошка У нас Будет Завтра Поэтому Без Вариантов Поедем Треть Успеем Сегодня Загрузить Не успеем Значит Переем Туда Заберем Утром Приедем Оформимся Взвесимся И тогда Уже Подзем Оформляться Сейчас Пока Тормознёмся Надо Михал Но Позадачить Туда Объехаться Вбил По прямой Получается 25 километров Туда Но это Через Центр По объезду Еще вокруг Объехать Тунем на Км Все 30 В одну Сторону Вот И сегодня И сейчас Я уже 23 накатал То есть 30 Тридцать Туда 60 Потом Опять Туда 25 На 25 50 Это 110 Км Под 200 Выйдет Только Здесь В этих Катаниях Туда Сюда А что Делать Что Я не Понял Мне-то Направо Надо Уйти А как Направо Уйти А вот Братан У меня Главное Ты Что Делаешь Я Понимаю Что Ты Груженый Но У Меня Это Главное Ты Понимаешь Что Тебе Не Хотелось Останавливаться Ну Хорошо Что Там Где-то В голове Сидит Что Ты Находит Знаешь Где Ты Находишь А Если Вот Не Остановился И Сейчас Усадил Дыл В Кабину Ладно Так Поехали Сейчас 15 минут 2 Ну Хорошо Если К Двум Начало 3 Мы Туда Приедем Круг Впереди Впереди Камера Контроля Перекрестка Вот так Вот видите На 130 Зилу Железо ремни что это представляется как ему тяжко на этом зелу тащить это все едет курит первую передачу воткнул и все и дальше главную не болит ни о чем все по дороге мы уже прошли как бы вот уже по кругу практически ревана бежали сейчас возвращаемся туда на центральную дорогу и пошли за городу 15 километров рисует нам осталось и сейчас нигде него что не упрёмся и ни в кого только двум часам по идее должны туда прибыть на место здесь меня как поведет по объездной наверное по объездной пойдем даже не через города шоу объездной до объездной будет ближе назад то на выход когда уже совсем на выход из города то пойдем через город там объездная она такая подгулявшая вот да это до сюда вот куда мы сейчас едем оттуда объездная есть сейчас я покажу дальше потом куда я поехал там объездной нет может появилась сюда приехал три года назад четыре года назад это там вообще ничего не было там все смыло так то если через город ну и на выход туда на сиван вот сюда налево по кольцу и пошел там точно так же спуститься вниз и поехал это не будем забывать что у них главная правда здесь чуть-чуть проехать все время в гору да вот пустой еду мне уже расход 36 я обнулил просто с этой с первой загрузки посмотрим просто интересно сколько мы здесь накатаем туда-сюда обратно видите если бы просто неправильно сказали если бы вот они всю эту кухню нам объяснили как с парники в армении забирать то понятно мы бы сейчас я бы первым делом приехал бы туда где я уже сегодня был то есть куда я сейчас еду я бы там забрал поехал здесь в принципе что туда ну меньше было бы просто подача так вот не до самого и ревна хотя небольшая разница в любом случае было бы получше сразу поехал туда ну как бы мне это порядок загрузок нарисовали я то что думал поеду эти потом соберу заберу здесь ереване потом поедут все соберу и вообще и даже не предполагалось что мы здесь оформляться будем именно в ереване а как вот торф мы вазили мы баграта ше не оформлялись елки-палки от поворот повернуть направо ротан с левой стороны в руле есть такая рычажочек такой его нажимаешь и ты показываешь сзади идущему в какую сторону тебе нужно ты собираешься поворачивать это так как это не успели на красный попали нет мы до объездной не доедем мы сейчас вот поворачиваем налево кстати я сюда профиль привозил на стройку а не знаю вот туда чуть дальше нам тут как-то надо по-другому немножко по-хитрому проехать как-то я вот здесь где-то во дворах профиль выгружал еще помню сюда ходил а шлик-машлык там сидела мы-то будем по данным будем под объездной проезжать но мы просто дело в том что мы на нее не попадаем там с нее видно съезда нету вот на этом светофоре я направо уезжал и нам же здесь наверно направо на и нам тут на право проще мы будем ехать мимо того здания заодно и посмотрим как она построилась не построилась до места еще 11 весь Ереван с вами изучим вдоль и поперек можно потом вот смело ехать даже вот и маша не даша не михалова никто не надо не ларисы ванна далековато правда приходилось пешком ходить ну по-моему это эта улица вот эта улица вот этот дом еще справа сейчас такая площадке должна быть земляной вот она да все верно или не она а может и диета не наверно я не вижу того здание оно должно быть слева у нас которая строилась но я почему-то его не наблюдаю что ты пам а мне куда деваться пам ишь ты пам нет значит это не здесь было в этом районе но не здесь или я что-то пропустил ладно неважно но еще десять километров ой 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 тише тише кофе наш развалится мы там в этом месте с вами не были на что можно в принципе и все отснять о покатухе так покатухе у нас получится огонь вашем я тут никакие трубы не совпал с собой вот эти вот которые здесь вот так вот нависают ведь и вот но тут свои заморочки обычно приезжаешь с этими сборниками тыс их собираешь ты привозишь и уже конкретно тот который тебя последний будет оформлять и он сам все делает уже на основании весов которые заявлены в документах ты уже тебя уже оформляет и распределяют твои веса здесь видите здесь каждый по отдельности то есть каждый вот из этих моих отправителей они будут по отдельности все меня оформлять каждый каждый свой груз вот на этой таможне раз такая фигня ну понаставьте вы весов там в одном месте во втором нет нифига здесь монополист 4000 грамм кстати строит взвесится но это где-то ориентировочно если шесть с половиной тысячи рублей нет шесть пятьсот тысячи рублей вот считается где-то получается рублей 600 наверное здесь и так вот я только ток ну мета клиент платит во всяком случае здесь ну я так наверное эти клиенты будут тоже платить каждый за свой груз посмотрим если честно отъеду и мало стремаюсь себя вот эти вот провода трубы случайно с собой не забрал не еще ни одна фура не встретилась знаю вот за как дай бог выбрался здесь там уже ну как-то так стрёмно немножко виды как частный сектор через какой-то вы видите это провода все натянута но вылез это уже хорошо сейчас надо налево здесь ненамного увереннее буду сочувствовать но раз там проехал туда надеюсь и тут проеду шесть километров мы приехали маршрут перестроен мы якобы приехали всего название вам сказать я скажу арамус через километр с левой стороны тигра надзора один дробь подзим два часа в общем-то за сколько я сюда приехал и засек полчаса до тоже минут сорок в общем-то в ереване то нормально не потерялись сильно по времени тихо 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 ну что так не все что прям меня в обоих загнал хорошо здесь под всеми трупами пролезли значит и назад и под ними смело пролезем уже можно ехать сейчас получается образный налево и где-то с левой стороны должна быть наша фирма здесь нам забрать 4 полета справа никого слева тушь моя курске только какой же этот что я приехал вообще кладбище приехать куда на кладбище будем смотреть не туда забил опять адрес тот да не тот вон та черненькая машинка это вот девушка которая которым я еду грузиться сейчас они меня она меня заведет правда надо развернуться здесь я честно развернусь поеду туда дальше развернусь а так то ведь меня прям кладбищу привело нифига себе тур дом а вот они все эти навигации ведут вот сюда так но здесь я не развернусь поехали наверно дальше искать место где пошире будет а ну он там мы сейчас развернемся ну адрес выдает этот ехать надо не сюда представляется как так обалдеть вот это я понимаю экзамены сдать тут в армении сборники пособирать его под деревням самая работа поехали посмотрим куда нас симпатичная девушка сразу так признаюсь честно заведет я имею ввиду погрузку я иду с этой я сжел сюда я думал мне куда-то вот сюда вот в эти вот дворы нужно нифига вот за этой дамой едем за этой кэмри по итогу тут пока разбирались туда-сюда так почти час потеряли а вот куда нужно видите чуть-чуть вот адрес выбивает этот а ехать надо вот сюда а но он время пол четвертого или нам 4 полета оливок мы поедем у нас будет груза чуть больше борта а в принципе ценник не намного дешевле чем за полную машину и плюс веса самое главное вес то что геморрой здесь со сборкой это да ну а то она и сборка чтобы быть геморройной так сегодня ну не знаю может успею вторую третью забрать может нет сегодня вот сейчас все посмотрим будет зависит от того как там сейчас ереван насчет пробок мы отсюда приехали мы сюда же и выезжаем и потом еще два полета воды нам нужно собрать ну да сейчас вот тонны 3 у нас загружено то что сегодня уже взвесится однозначно не успеем успеем ли загрузиться вопрос не успеем значит значит не успеем маршрут перестроен поехали прямо 6 километров и потом обратно сюда же возвращаться но куда-то сюда точно не могу сказать куда так иранца на вольвах обычно они на каких-нибудь этих маках там каких-нибудь еще на чем так у нас второй заход шишки брат так на газели то так стал то делаем второй заход 20 минут 5 сейчас доехал нормально без пробок пока еще еще ереван работает по выезжает а это чудо техники калу ведь иранец выезжает чё за господи я даже название не могу прочитать не знаю я такого автомобиля сейчас взвешиваемся но здесь ладно пойду запишусь на взвешивание если стоят 4х 1000 грамм взвесится вот первые клиента плачу сейчас сказали мне платить самому Мамой клянуться, завтра документ Ну, брокер сказал Завтра деньги отдам Брат, отойди с дороги, пожалуйста Спасибо Так, ну очереди нету, может быть Может быть Что может быть? Может быть куда-нибудь сегодня еще успеем А может быть и нет Пойду Продолжение следует